17 апреля профессиональный праздник пожарных. Программа День города поздравляет этих мужественных людей, борющихся с огнем. И естественно сюжета об отряде Государственной противопожарной службы мы начинаем нашу программу. В отряд Государственной противопожарной службы входит 7 военизированных частей и 3 профессиональных. В штате отряда около 600 человек. Средняя зарплата пожарного 370 тысяч. Согласитесь, совсем невысокая для людей, рискующих жизнью. Трудности у пожарных такие же, как везде. Задержка зарплаты, недофинансирование. Связано это, конечно, с общим кризисом в стране. У предприятий, которые охраняет отряд противопожарной службы, нет денег. Но в отличие от других организаций и учреждений, которые могут порвать договоры, не платите. Мы прекращаем с вами сотрудничество. Пожарная служба так поступить не может. Пожар и они едут тушить. Хотя техника оставляет желать лучшего. Машинам 12-16 лет. Нужно отдать должное администрации. С ее помощью отряд приобрел за два года пять новых пожарных машин. Пожаров, как и других катастроф, в последнее время намного больше, чем в предыдущие годы. Причем часто с человеческими жертвами. С начала года их 16, а пожаров 98. Убытки от огня составили почти полмиллиарда рублей. Пожарные, естественно, делают все от них зависящее. Но, как говорится, лучше не допустить беды, чем потом ее расхлебывать. Поэтому очень большое значение здесь придается профилактической работе, которая на должной высоте. У отряда противопожарной службы большие планы на будущее. Организация пожарной охраны на ГАЭС, на Радоне, новое городское пожарное депо, правда, не так быстро, как хотелось бы. С помощью администрации закуплены АИРы, противогазы на сжатом воздухе. И через месяц четыре части будут работать с ними. Но основная задача – это сохранить людей. Тот богатейший потенциал, накопленный за многие годы. А сейчас поздравления коллегам от коллег. Сегодня праздник у нас. 77 лет исполнилось пожарной охраной. Поэтому разрешите со своих сослуживцев поздравить с этим праздником замечательным. И пожелать счастья, всем здоровья. Ну и всего самого наилучшего. И еще хочу вспомнить о наших ветеранах, которые проработали по 25 с лишним лет. Это бывший заместитель начальника части «Котик» майор Качалов, капитан Сидоров, майор Оськин. Дорогие товарищи, разрешите мне от имени руководства отряда государственной противопожарной службы поздравить всех работников пожарной охраны, ветеранов пожарной охраны, общественных добровольцев с нашим профессиональным праздником 77-й годовщины образования пожарной охраны. Пожелать всем здоровья, успехов в службе, личного счастья и всего самого наилучшего. Как всегда за выходные накапливается море новостей. Если вы хотите их узнать, смотрите программу «День города». В субботу, 15 апреля в 13.30 на Красногорской площади состоялся очередной митинг коммунистов. Итак, товарищи, первое, с чего началось демократическое строение государства, говорят, не демократическое, а лжедемократическое, это ограбили трудовой народ 1-1-1-92 года. Этими словами лидера коммунистов района Анатолия Петухова открылся немногочисленный общий районный митинг у памятника Ленину. Организаторы не встретили непонимания у администрации района. И митинг разрешили. Цель собрания – возвращение вкладов населения, потерянных с бешеной инфляцией последних лет. Анатолий Петухов объяснил, что пока они требуют вернуть деньги конституционным путем, через суд. Но если это не даст результатов, наступит всеобщее неповиновение путем неуплаты налогов. Не хочется верить, что до этого дойдет. Продолжаем вас знакомить с последними событиями в городе. В это воскресенье 16 апреля во дворце Гагарина состоялся заключительный концерт учащихся и педагогов детских музыкальных школ и студий «Весенняя Лира». В первом отделении концерта выступили лауреаты, учащиеся, занявшие первые места в районном конкурсе. Хочется отметить мастерство сводного оркестра народных инструментов с участием преподавателей. Горячо зрители встретили юную скрипачку Марину Игнатьеву, ученицу Татьяны Вербы. В перерыве прошло награждение дипломами и денежными премиями, а во втором отделении сцена была отдана преподавателям. Открыл его струнный ансамбль педагогов музыкальных школ района под руководством Людмилы Денисовой. Запомнила всем Татьяна Верба, которую вызывали на бис несколько раз после полонеза Винявского. Блестяще аккомпанировала ей Марина Корнева. Муниципальный же духовой оркестр внес свежее звучание в академическую музыку руководитель Геннадий Галкин. Мы стараемся рассказывать не только о событиях, имевших место в городе, но и в районе. В эту субботу наша съемочная группа побывала в школе поселка Шеметово, где происходила встреча с ветеранами, посвященные 50-летию Победы. У администрации Ченцовского округа и коллектива сельской школы есть добрая традиция в канун Дня Победы поздравлять ветеранов войны и труда. Глава администрации Татьяна Губа и председатель акционерного общества Константиновский Василий Титов вручили фронтовикам и ветеранам памятные медали, а учащиеся школы – цветы. Прозвучали поздравления, ребята подготовили небольшой концерт. Им очень хотелось, чтобы их выступление понравилось. Хотелось спасти пожилых людей, вырвать их из одиночества и темноты, чтобы забылись болезни и немощи, и вся тяжесть пережитого. А в конце вечера ребята и педагоги показали свой спектакль, поставленный по своему собственному сценарию, супругами Светланой и Николаем Тартуновыми. А после спектакля всех ждал чай и яблочный пирог. Для ста ветеранов этот праздник стал днем, когда хочется надеяться на лучшее. К высокопоставленным гостям жители города уже привыкли. 15 апреля Сергий Пазад посетил председатель парламентской фракции «Яблоко» Владимир Петрович Лукин. Совсем недавно Владимир Петрович еще был послом в России и в США, а сейчас, будучи депутатом Госдумы, председателем комитета по международным делам, ведет активную политическую работу и настоящую встречу можно считать началом предвыборной кампании «Блока Яблока» по предстоящим в декабре выборам в Госдуму. Организаторами были члены Московской региональной организации Анатолий Андреев, Сергей Белихов, Сергей Казарцев. Владимир Петрович посетил фирму «Тонус». Имел краткую беседу с вице-главой администрации Николаем Федоровичем Бабылевым и затем в конференц-зале встретился с жителями города, которые, несмотря на хорошую погоду, хотя и в небольшом количестве, собрались в административном здании. Встреча была интересной и длилась более двух часов. Пробуем таким образом. Вы задаете вопросы, я отвечаю, вы со мной не соглашаетесь, ругаете меня, я ругаю вас, и так мы хорошо, плодотворно поработаем. Отвлечемся от политических новостей. Приглашаем вас на выставку «Чугуна», которая была открыта 14 апреля в Сергеево-Пасадском историко-художественном музее-заповеднике. Чугун – недрагоценный металл, поэтому старинные изделия из него мало сохранились. Интерьерное и сувенирное литье переплавлялось в зависимости от моды. Начиная с 17 века, изделия из чугуна украшали самые роскошные интерьеры, соседскую с произведениями из мрамора, бронзы, серебра, статуэтки, пепельницы, вазы, разнообразные коробочки, пресс-папье. Масса оригинальных образцов бархатисто-черного цвета отражает весь спектр интересов русской культурной эпохи эклетики. Автором выставки является молодой сотрудник музея Галина Черкашина. Это не застывший организм, это не старая коллекция, это не наша постоянная экспозиция, но это постоянное пополнение, постоянное собирание каких-то значительных произведений искусства. Собрание музея в основном произведения двух крупнейших уральских заводов, Каслинского и Кусинского, а также уникальные вещи из Европы, памятные медали, иконы. Коллекция формировалась на протяжении 60 лет и насчитывает 180 предметов. И напрасно многие стонут, что в нашем городе некуда пойти, кроме ресторанов, а туда не по карману. Уникальный мир художественного чугуна дает возможность посетителям музея не только оценить уровень литейного мастерства, но и пополнить свой духовный багаж. Конфликты между руководителем и трудовым коллективом. Они бывают явные и скрытые. А иногда они настолько обостряются, что принимают форму протеста. 14 апреля в школе номер 4 проходило собрание против восстановления в должности бывшего ее директора Тамары Алексеевны Кичатовой. Три года Кичатова возглавляла работу школы. Год назад она была снята с должности Сергея Посадским отделом народного образования и подала в суд о восстановлении. Суд решил вопрос в пользу бывшего директора. Собрание, в котором принимали участие педагоги, родители, представители отдела народного образования и прессы, было криком души. Люди собрались, чтобы выразить несогласие с решением суда, несогласие о возвращении ее в школу. Многие годы школа пользовалась заслуженным авторитетом. Здесь было престижно и учиться, и работать. Но с приходом Кичатовой все изменилось. Учителя и учащиеся слышали в свой адрес оскорбительные слова. Извините, но мне придется некоторые из них и назвать. Гад, дерьмо, сволочь. В школу, которую только что начала работать, называла гадюшником. Учителя стали выступать против такого безнравственного поведения руководителя. И вот посыпались увольнения. Не нравится? Уходи. Уволен по собственному желанию. И вот так постепенно оголялась школа. Я назову цифру. За три года ее руководства ушло 47 учителей. Ушли они не из народного образования. Сейчас эти люди работают в других школах. Суд не посчитался с нравственной и эмоциональной стороной дела. Теперешние учителя приготовили заявление об увольнении по собственному желанию. И в случае возвращения бывшего директора в четвертую школу все эти заявления лягут на стол председателю комитета по народному образованию. Управление школой осуществлялось в жестком авторитарном режиме. Лично Кичатова сочинила устав школы. Причем вразрез с законом об образовании. К обсуждению не был допущен никто. Ни педагоги, ни родители. А о детях и говорить не приходится. На возражение и несогласие заявляла, что у всех шкурный интерес. Своей дочери Кичатовой Натальи Станиславовне 27 часов было поставлено в два дня. В то же время, как у учителей, которые работали всего на 14 или на 16 часах, эти 14 или 16 часов были растянуты на всю неделю. Мы считаем, вот я лично считаю, многие люди в нашем коллективе считают, что такой человек не может стоять в руководстве нашей школы. Целый год школа жила без деспота. И представьте себе, земля от этого не разверзлась под ногами, и никто туда не попадал. Посмотрите, если раньше при Тамаре Алексеевне Кичатовой невозможно было войти в учительскую, потому что обязательно увидишь чьи-нибудь слезы, увидишь чьи-нибудь огорченные лица, постоянно по школе ходили какие-то сплетни, склоки, интриги, то теперь коллектив нашей школы просто сплотился в один и дружный коллектив. Учителя начали улыбаться друг другу, советоваться. Неужели кому-то нужно, чтобы учитель входил в класс униженным и затравленным? Отдел народного образования предложил ей после восстановления в должности судом возглавить какую-то другую школу. Но Кичатова рвется именно в эту. Спрашивается, для чего? Для чего она упорно рвется в коллектив, который ее отвергает? Может быть, для того, чтобы мстить? Поэтому было принято решение комитетом по образованию, согласованное с нами решение о том, тем более, что мы опирались на решение суда, в котором было сказано, что все недостатки бывшего директора были связаны с тем, что недостаточно ее обучали. Поэтому было принято решение командировать Гаранов на три недели для изучения документов основополагающих. А тем временем дело будет передано в областной суд. Ну а сейчас Кичатова действительно прилежно учится. Ведет тетрадь, задает вопросы. Заметьте, в 54 года-то поистине такой сгусток энтузиазма действительно способен развалить огромную школу. Поэтому бурлили эмоции. А многим педагогам пришла в голову мысль о том, что это перепевы старинных тем. Так называемая учеба, отвлекающий маневр, чтобы учителя не разбежались накануне экзаменов. А с сентября все будет по-старому. Поэтому единогласно коллектив проголосовал за выражение недоверия Кичатовой. Мы обращаемся к работникам суда. Мы вас сейчас не видим, но вы нас видите и слышите. Смотритесь наши лица. Мы хотим, чтобы вы увидели эти эмоции, которые к делу пришить нельзя. И чтобы вы представили себе, в каком состоянии мы входим в классы, в которых могут учиться ваши дети, ваши внуки. На последнем заседании суда прозвучала фраза «Ее надо пожалеть». А нас вы пожалели? Около ста человек учителей. Полторы тысячи учащихся, за которыми стоит почти три тысячи родителей, не считая бабушек и дедушек. Мы обращаемся к родителям наших учеников, к общественности города. Помогите нам восстановить справедливость и не допустить, чтобы ваших детей учили униженные и оскорбленные учителя. В город пришло неожиданное лето. А на Белый пруд вернулась его хозяйка, прекрасный белый лебедь по имени Маша, в сопровождении свиты, стаи уток. Весной улицы нашего города заметно преобразились. Рабочие муниципального предприятия «Сахин», занимающегося благоустройством, на этой неделе приводили в порядок Белый пруд, чистили его, ремонтировали и красили домики для птиц, готовили их к переселению. Что это будет такое у вас, скажите? Это утиные яйца. Да? Да. И что, из них вылупятся утята? Утята. Правда, на самом деле? На самом деле утята. А кто же их будет высиживать? Их высиживают сами утки, которые снесли эти яички. Всю эту зиму, как, впрочем, и в предыдущие, птицы жили в теплом вагончике на территории предприятия «Сахин». Ухаживали, кормили, лечили их. Чуткие добрые люди. Идут утки. Сегодня мы будем лебедь нашу выпускать на наш пруд и на шкуток. Восемь уток и пять селезней. Они жили у нас всю зиму. Привезли лебедя в машине. И еще на подъезде к пруду она начала кричать и биться о стекло, сделав два больших круга, плавно опустилась на воду. У каждой птицы есть имя и своя история. Лебедя зовут Машей. В прошлом году она осталась одна, потому что совершенно ручного и доверчивого кешу убили какие-то дикари. А эта уточка неизвестна, как попалась сюда прошлым летом, причем с перебитым крылом. Скажите, пожалуйста, а у этих птиц обрезаны крылья? Нет, у этих птиц крылья не обрезаны, не обрезались. А почему же они не улетают? Не улетают только потому, что мы их кормим здесь. На пруду два раза в день мы также кормим птицу. Сотрудники муниципального предприятия «Сахим» обращаются к жителям города с просьбой не превращать белый пруд в помойную яму. Прошлым летом оттуда было извлечено несколько машин мусора и 10 металлических урн. Это жестоко не только по отношению к птицам и людям, которые проявляют заботу о них, но и к жителям города вообще. Сюжет, который вы только что видели, был снят вчера. Сегодня нам позвонили из комитета по благоустройству и сказали, что лебедь Маша попала под машину. На месте происшествия лебедя тут же осмотрели врачи из ветлечебницы. Состояние ее было крайне тяжелым. Разрыв печени и селезенки. Так что неизвестно, выживет Маша или нет. Больно думать, что наш город останется на лето без лебедей, а белый пруд будет осиротевшим. Завтра, 22 апреля, субботник. Пойдете ли вы на него? С этим вопросом наш корреспондент Ольга Гаврилова обратилась к прохожим. 22 апреля – знаменательная дата, которая ассоциируется у любого взрослого человека не только с днем рождения вождя революции, но и с событием, участником которого являлся или является каждый. Это коммунистический субботник. Скажите, пожалуйста, в советские времена были субботники. Как вы считаете, эту традицию нужно сохранить сейчас? Да нужно просто почаще убирать. Мне так кажется. А сам вот этот день выделять не нужно? Да зачем? Ленинский обязательно должен быть. Без этого мы просто не обойдемся. Мы просто зарастем грязью. А мне все равно, ленинский или не ленинским, как он называется. Главное, чтобы было чисто, вот как и здесь сейчас. Вот субботники, которые проходили под какой-то такой маркой, комсомольский или коммунистический, то не очень хорошо. А вот субботники, когда вывешивались на подъездах, такие объявления, вот субботник, сегодня в 6 часов вечера состоится субботник, около дома, там просим жильцов все будет. Это очень хорошо. Вот, потому что это от этого польза была. Просто и люди вместе работали, и чистота была около домов. Какая же польза была, когда выходили, работали вот на производстве? Просто выходили, там время провели, как так, между прочим. Ну, а потом после субботника, как правило, выпили и все. Раньше, раньше было хорошо, мне нравилось, чтобы, по крайней мере, город, хоть по крайней мере, был чистый. Ну, мы обычно весь субботник проводили на заводе. Работали бесплатно, не знаю на кого, на дядю. А сейчас? Ну, какие сейчас субботники? Господь с вами. Кто сейчас у себя во дворе-то никто не убирает? Не то, что куда-то ходить. Сейчас каждый в карман только, и все. Это была самая прекрасная традиция советского народа. Я хочу сказать, вот национальная традиция, субботник, его не надо вмешать с каким-то социализмом, каким-то капитализмом. Это есть наша, ну, наша работа, как бы сказать, общественная работа. Теперь? Никогда не участвовали. Никогда? Никогда. А почему? Не получалось. За бесплатно. За бесплатно. Ну, а сейчас все за деньги. Вы же не участвовали в субботниках. Не участвовал, почему? Когда раньше это было обязательно. А сейчас? Не ставите. Не буду. А вы пойдете на субботник? Нет. Я никогда не ходил и сейчас не пойду. Обязательно. А вы? То же самое. Пойду. Почему нет? Пойду, конечно. Если около дома будет, пойду. А если где-то в стороне, конечно, не пойду. Город наш – это наш дом. И если каждый в надежде на коммунальные службы и палец о палец не захочет ударить, а тем более откажется лично поддерживать порядок и чистоту, то, по выражению небезызвестного профессора Преображинского из «Собачьего сердца», наступит разруха. Помните, он сказал о том, что если в своем туалете он будет ходить мимо унитаза, то и в его квартире тоже наступит разруха. Песня «Собачьего сердца» Прогуливал уроки и кляшки ел халуку, Курил припой и север, и пил холодный квас, И солнце-то разбанки я пробовал не раз. Климентирка, поселок мой родной, Уж сколько лет прошло, о, Боже мой, Но не забуду никогда Я эти школьные годы, Но вот я стал взрослее, стал больше понимать, Но денег не хватало, и стал я воровать, И квас сменила водка, халуку сменил балык, А на неженевке ши, менты мне петерик. Не смог я отвертеться, уж честно говоря, И с нашей пересылки, и с топом лагеря, Поет полна баланды и светлой кормовой, Но вот звенит звонок мой, и еду я домой. Климентирка, поселок мой родной, Уж сколько лет прошло, о, Боже мой, Но не забуду никогда Я эти школьные годы, Приехал в новотзал я, звонят колокола, И набирает сил зеленая листва, Мороз бежит по коже, и я беру левей, Быстрей бы мне до хаты, и повидать друзей. И вот я огибаю проклятую тюрьму, А где столбам прикирку, ей-богу, я не вру. Теперь банкирам проще, не надо выходить, Теперь через окошко им можно взду платить. Климентирка, поселок мой родной, А сейчас бываешь ты такой смешной, Какой же надо усюдить, С тюрьмой банк соединить. Климентирка, поселок мой родной, Загорский Я не найду работы, придется воровать Климитинка, поселок мой родной Уж сколько лет прошло, о боже мой Но не забуду никогда Я эти школьные года Климитинка, поселок мой родной Уж сколько лет прошло, о боже мой Но не забуду никогда Я эти школьные года